всем привет сегодня видео по запросу уже давненько меня спрашивали как сделать герань ну или по-другому ее еще называют журавельник я считаю что герань и гортензия чем-то похожи между собой за исключением листьев поэтому пока откладывала все время этот цветок но теперь дошли руки до него наконец-то хочу вам показать вначале как сделать цветы и цвета для цветов могут быть разными самый распространенный это красный цветок у меня вообще для этого цветка есть мое личное название называется он мамина вонючка потому что моя мама любит эти цветы и я тоже считаю их красивыми но как только дотронешься до листьев они начинают вонять у них такой резкий неприятный запах который у меня ассоциируется с ну вот таким названием вот для сегодняшнего цветка я выбрала вот такие цвета это вот такой насыщенный розовый и серединку я буду делать вот таким розовым ярким это четвертый номер это десятый как вы видите в самом цветке вот этот ярко розовый он не выражен так ярко он просто такой слегка заметный бледненький даже я бы его так назвала проволока у меня тут зеленая нужно обязательно зеленая проволока толщину выбирайте сами у меня 0 37 миллиметров толстенькая такая зеленые ножки должны быть потому что ножки в данном случае видны если в гортензии у нас такой шарик который закрывает все 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 и внутри ничего не видно то тут ножки как раз видны и если вы выбрали другую проволочку то вам потом придется флор ленты зеленого цвета обмотать их итак давайте приступим к самому цветочку для начала я не отрезаю проволоку от мотка набираю ее набираю бисер на проволоку с краю отступаю кусочек сколько тут ну сантиметров 6-7 на глаз там в общем всегда разные ножки у меня и потом складываю бисер бисер в одну петельку я вам не скажу точное количество бисера вот к примеру в этой это большая немножко вот так 3 6 8 8 штучек но бисер как обычно разные поэтому где 8 там где 7 где 9 по всякому бывает я просто делаю вот такую маленькую петельку на что обязательно обращаю внимание чтобы вот эта дырочка посередине не была слишком крупной чтобы просвета практически не было там если было то чуть-чуть вот как у меня тут и потом раз два два оборота вокруг этой петельки я делаю еще одну петельку снова так еще одну видите прямо ряд к ряду ровненько лег рядышком без особого просвета раз два снова два оборота затем я делаю вот такой отступ тут миллиметров 5-6 должно быть и вот сделав отступ снова скручиваю одну петельку маленькую петельку маленькую вот эту серединку делаю и снова два оборота и вокруг нее конечно же еще одну петельку второй ряд и как раз все вот эти вот ваши 5-6 миллиметров видите уходят на скрутку получается что оба лепестка прямо рядышком друг дружки расположены между ними нету никакого зазора и точно так же я рядышком делаю еще два таких лепестка 4 лепестка скручены чтобы они вам не мешали можете их складывать вот так на кучку один на другой дальше я прикладываю этот длинный кусок короткому и отрезаю чуть чуть длиннее на этот длинный хвостик я одеваю одну крупную бисеринку так особо тут смотрите ничего не скручиваю просто сгибаю проволочку так и вот теперь обе проволоки скручиваю расправляю лепестки серединка остается посередине и в свою очередь закрывают все эти зеленые проволочки насчет серединки я не была уверена я смотрела на цветы мне казалось что там что то есть но совсем маленькое незаметное поэтому оставить прямо цветок без серединки как-то он не доделано выглядит поэтому вот такая вот невзрачная серединка как раз все и закрывает и делает цветок законченным для начала делаем несколько вот таких цветов помимо самих цветов нам потребуются еще маленькие бутончики то есть не распустевшиеся цветы вот так они выглядят как вы видите кончики основного цвета есть просто зеленый как будто бы совсем еще бутоны эти вот уже как будто бы чуть чуть начинают открываться делать их очень легко на проволоку также не отрезая ее от мотка мы набираем 5 зеленых 3 основного цвета и снова 5 зеленых и немного отступив от края скручиваем их в одну петельку затем саму петельку просто перекручиваем вот так на один разок лишнюю проволоку обрезаем и вот у нас уже готов один бутончик разные бутоны вот к примеру тут у меня только одна розовая бисеринка посередине тут три тут пять тут вообще ни одной и потом благодаря вот такому разнообразию можно будет красиво собрать их все в один цветок общее количество бисерин в петельке 13-15 штучек и вот вы уже опираясь на эти цифры высчитываете серединку и решаете какая она у вас будет маленькая вот такая или побольше или вообще без нее так ну что давайте соберем цветок тут у меня 7 крупных вот таких цветочков и 3 6 9 бутонов также я взяла проволочку в этот раз она мягковатая но в принципе можно взять жесткую такую надежную проволоку и работать я буду флор ленты приматывать все для начала я собираю все вот эти цветочки в пучок и приматываю их к стержню теперь я собираю все вот эти детали и прикручиваю их на что тут надо обратить внимание что ножки у у них должны быть короче чем ножки у этих цветов они как бы еще не выросли вот они в процессе роста и поэтому ножки коротенькие я их прикручиваю конечно бутончиком вверх ну а потом смогу опустить вниз а Вот так располагаются бутоны относительно цветов, относительно самого крупного цветка. И таким образом можем сделать определенное количество соцветий. Продолжение следует...